друзья привет в 35 раз забросил я свой невыд и опять вместо нормальных автомобилей мне достались они kia stinger и genesis g70 может быть я и погорячился насчет нормальности сейчас мы это и знаем самые агрессивные новички этого сезона и российский асфальт на самом деле чтобы понять абсолютную бесперспективность именно этих версий достаточно изучить прайс-лист и можно даже никуда не ездить желтый kia stinger версии gt line стоит 2 миллиона 600 тысяч рублей на них уже дают 100 тысячные скидки если вы привезете свой автомобиль в трейд-ин но сами подумайте кто купит kia за 2 и 6 но еще сложнее с genesis именно эта машина версия спорт это практически 2 и 9 миллиона рублей ну тут уже не о чем говорить можно в принципе уйти из кадра и но нет знаете что я сейчас хочу давайте представим как бы ехали эти машины по цене 2 миллиона рублей именно этот входной билет он очень интересен у genesis за 2 миллиона рублей не будет таких колес 19 дюймовых и не будет таких тормозов brembo в остальном плюс-минус будет именно такая же машина стингер в привлекательной версии люкс за 2 и 2 миллиона рублей он будет без этого агрессивного gt обвеса без таких крупных колес но в остальном ну и конечно забудьте про матовый этот темный хром но в остальном плюс-минус все то же самое и главное что по езде от gt line он ничем не отличается у него тоже пассивная подвеска и уже двухлитровый турбомотор на 247 сил а genesis за 2 миллиона это такой же двухлитровый турбомотор на 197 лошадиных сил и обе машины с полным приводом сейчас у нас с вами все возможные ездовые опции которые встречаются на стингере и g70 желтый автомобиль у нас с пассивной подвеской с адаптированными для россии пружинами он выше и обычные простые тормоза с плавающими скобами g70 европейская подвеска с адаптивными амортизаторами электронно управляемыми и тормоза brembo и сейчас мы с вами поймем что же из этих опций терять жалко а с чем расстаться совершенно не страшно почему я так плотно объединяю два казалось бы совершенно разных автомобиля да потому что они стопроцентные соплатформенники и чтобы не лазить по днищам хотя там одинаковые абсолютно рычаги и все очень близко достаточно просто открыть капоты чтобы понять что они действительно одинаковые одинаковые двигатели одинаковые подрамники и даже вот эти усилители кузова тоже идентичные хотя здесь у нас седан а там лифтбэк и вы сможете заметить что чтобы поменять воздушный фильтр и там и здесь придется снимать этот усилитель но сейчас чтобы убедились я вам открою капот стингера и заодно вам сразу станет понятен секрет его избыточной длины потому что казалось бы такая здоровая машина но внутри не очень просторно куда же делись лишние сантиметры вот они друзья здесь четыре цилиндра но можно поставить еще точно такой же единственный двигатель и особенность двух этих автомобилей это электроусилитель рулевого управления который смонтирован непосредственно на рейке это должно нам дать хорошее чувство руля автомобилей но еще одна разница которая бросается в глаза в буквальном смысле слова киа у нас собирают завод на заводе под питером и каждый крепеж здесь помечен краской genesis из кореи и там подобной раскраски под капотом вы не увидите но и перед тем как поехать и понять какая же разница между этими машинами на ходу ваша любимая рубрика задние места и багажники как я уже не раз говорил несмотря на свои исполинские размеры 4 метра 80 сантиметров стингер это не просторная машина здесь уже хорошо заметно что тесный проем и в целом места для ног немного и только посмотрите на этот огромный центральный тоннель в общем не самая семейная машина и главное что вроде бы у нас кузов лифтбэк есть электропривод багажника здоровенная крышка но вы открываете и бабах ничего хорошего на самом деле даже прогулочная детская коляска под эту полку прорезает с большим трудом и далеко не каждая если у вас есть собака то даже если вы полку выкинете есть здесь будет неудобно и посмотрите на высоту пола это кстати роднит стингер и g70 потому что у них одна платформа одна задняя многорычажка и здесь все то же самое ну сами видите багажник здесь исчезающий мало но на самом деле по объем он практически такой же как стингере по нашей методике шариковой вышло 370 литров и чтобы вам было понятно где это например у трешки бмв которую все наверняка знают на сто с лишним литров больше и у бмв еще бывает здесь кнопка серого привода да и сама отделка заметно лучше чем у дженезиса но g70 мы разберемся потом пока давайте освежим в памяти как же едет стингер хотя что значит освежим лично я еще ни разу не пробовал машину на адаптированный для россии подвески с двухлитровым мотором и здесь на сухом асфальте мы поездили на такой машине зимой были к ней определенные вопросы давайте посмотрим что осталось летом и так напомню что мы пытаемся понять как же едет условный стингер за 2 миллиона 200 тысяч рублей поэтому ваша задача не смотреть на этот джойстик автомата потому что у той машины будет обычный рычаг и более того это даже лучше потому что джойстик чуть ли не главное что мне в этом интерьере не нравится во всем остальном машины будут очень близки да не будет вот это еще отделки из алюминия но такие же приборы такой же экран в остальном все практически то же самое главное что по шоссе никакой разницы напоминаю пассивная подвеска адаптированная для россии в кавычках адаптированная потому что дорожный просвет 137 миллиметров нет здесь никакого дорожного просвета 2 литра turbo 247 сил 6 ступенчатый автомат и полный привод под опекой не отключаемой системы стабилизации вы все это уже знаете если нет то посмотрите наше зимнее видео где я подробно рассказывал как же эта машина скользит она умеет скользить только если вынуть предохранитель из-под капота сейчас у нас лето не до скольжения и вообще давайте про обычную езду про нормальных покупателей потому что вы знаете постепенно градус эмоций к стингеру он становится ниже когда я первый раз поездил на нем в дании машина была с мотором 3.3 битурбо 370 сил вау хорошее шасси классный мотор все несется все рычит классная связь с машиной ты ее хорошо чувствуешь и конечно немножко рациональный подход здесь дает сбой сейчас уже становится понятно что то машина это сферическая киа в вакууме который не бывает на обычных дорогах потому что она стоит больше трех миллионов рублей забудем про нее и так что у нас есть казалось бы золотой стандарт класса 2 литра turbo но у киа какой-то особенный 2 литра turbo потому что он совсем не похож на те двигатели которым нас приучили например audi или бмв если там это залог отличной динамики и низкого расхода топлива то здесь наоборот динамика так себе зато расход топлива ого-го но например этот стингер едет до сотни 8 секунд при этом расход в городе у него 14-15 литров при самой обычной езде а за городом вам вряд ли удастся уложиться даже в 10 литров прежде всего этот автомобиль тяжелый он весит тонну 830 килограммов да да киа за тонну 800 и все это вместе говорит нам о том что в целом платформа не самая современная ведь сейчас главное что это низкий вес и высокая экономичность а здесь даже паспортные данные это 13 с половиной литров в городском цикле тормоза базовые с ними есть проблема потому что они не очень хорошо замедляются высоких скоростей и довольно быстро перегреваются и вообще теряет свою эффективность поэтому одно торможение со 100 километров в час у вас есть окей может быть два но если вы едете быстрее и постоянно осаживаете будьте осторожны а вот управляемость адаптированная подвеска оказывается практически не портит то на что я жаловался зимой прежде всего было вызвано зимними шинами потому что сейчас я узнаю тот самый стингер живой охочий до поворотов с отличной обратной связью по рулю мне нравится как поворачивает эта машина и что еще хорошо она сочетает неплохую устойчивость напрямую с настоящим азартом в поворотах потому что когда вы подлетаете в буке и сбрасываете газ стингер охотно переходит от скольжения передними колесами к небольшому заносу это здорово это азарно это приятно ну и главная плавность хода да kia замечает довольно много самых мелких неровностей она дрожит даже на казалось бы гладкой дороге но при этом неплохой баланс на волнах нет раскачки но при этом нет и фанатичного повторения профиля неплохо она держит удар на крупных неровностях и главное что даже если в повороте вам попадется яма kia здорово стоит на дуге и да да больше поворотов больше поворотов стингер все-таки как раз про это хорошее классное реактивное действие на руле недаром здесь все-таки электромонтор смонтирован на рейке а в итоге получается достаточно противоречивый автомобиль здесь слабый мотор который не очень-то едет но при этом хорошая управляемость здесь вроде бы яркая внешность красивый интерьер но он собран непонятно из чего потому что пробег всего лишь восемь с тысяч а здесь уже все хрустит поэтому может быть и хорошо что за те 2 миллиона 200 тысяч рублей у вас не будет люка и кузов будет пожестче ну и просто меньше элементов обшивки но главное это проблемное позиционирование нам сразу твердили что стингер это спорткар он несется по норшляйфе он вообще все время куда-то несется и вот вы приходите в делинский центр киа где редком стоит весь модельный ряд и что вы видите рядом с таким ярким стингером стоит киа оптима практически такого же размера тоже в принципе неплохо выглядящая но если стингер с ценником два с половиной миллиона рублей то оптима на миллион дешевле но скажите что же вы выберете да при таком раскладе неудивительно что первоначальный ажиотаж быстро спал и за первые полгода продано меньше полу тысячи стингеров хотя изначально представительство рассчитывало на гораздо более высокий результат но проблема в том что весь этот спортивный горячий имидж он только на экранах только на буклетах а в жизни мы передвигаемся по пробкам и там стингер это просто слишком дорогая киа которая хрустит и у которой очень сильно нагревается центральный тоннель вот что такое самая горячая часть этого стингера если вы в пробке сюда положите свой мобильный телефон а это ниша для мобильного телефона у вас просто-напросто расплавится genesis же приходит на рынок совсем другой политикой аккуратно осторожно в сторонке эти машины даже продают в отдельных закуточках не вместе с остальными машинами hyundai но может быть с точки зрения долговременного планирования это и правильно потом g70 выстрелит на том как она сейчас выглядит на фоне стингера давайте узнаем а чтобы из этого g70 сделать тот наш условный за 2 миллиона рублей практически ни на что не надо закрывать глаза потому что джойстики автомата есть у всех g70 экран большой тоже даже вот эта ромбовидная строчка это будет но разве что кресла будут чуть проще хотя они тоже удобные в целом по первым впечатлениям и потому как звучит аудиосистема lexicon который у вас за 2 миллиона конечно не будет но в целом тоже акустика будет сабвуфером genesis гораздо больше похож на премиальный автомобиль чем стингер потому что у него все сделано лучше здесь качественные материалы например центральный туннель не болтается в отличие от стингера и да здесь тоже 9 тысяч километров но салон не хрустит а это хороший знак на этих автомобилях абсолютно одинаковые двигатели коробки передач но мы же сейчас говорим за машину про 2 миллиона рублей этот g70 будет с мотором мощностью 197 сил они 247 как здесь да он будет помедленнее но не критично потому что g70 намного легче чем стингер 100 килограмм поэтому даже с более слабым двигателем его динамика будет в районе 8 секунд до сотни не фонтан конечно но и ничего ужасного теперь давайте разбираться стоит ли сожалеть о том что у нас не будет электронно управляемых амортизаторов и европейской подвески с точки зрения клиренса мы уже выяснили что пассивная адаптированная подвеска особенно много ничего не дает сто тридцать семь миллиметров там и сто двадцать семь миллиметров здесь всего лишь сантиметра это значит что все равно любой бордюр ваш а вот с плавностью хода здесь не очень хорошо 19 дюймовые колеса и даже в комфортном режиме нас постоянно потряхивает это пожалуй главное что вы сразу замечаете пересев из стингера сюда к сожалению найти некую золотую середину не получается никак хоть в спортивном режиме хоть в комфортном хоть в умном смарт все равно g70 оказывается не слишком комфортно и что самое странное при этом он умудряется вздыхать на длинных волнах хотя последнее можно убрать зажав подвеску спортом поэтому с точки зрения плавности хода 1 0 в пользу пассивные подвески теперь давайте разберемся с управляемостью g70 также как и стингер радует отличным реактивным действием и хорошими быстрыми точными реакциями чуть повернул руль и машина уже едет внутрь но есть и заметная разница в настройках шоссе казалось бы g70 у нас короче колесная база сразу на 7 сантиметров это много но по поведению кажется что совсем наоборот потому что стингер сразу летев на дыгу хочет подвернуться задними колесами пойти в небольшое скольжение тот же 70 очень стабильный он долго едет очень уверенно и только потом начинает скользить это в основном так просто четырьмя колесами хотя именно он короткобазный в целом в поворотах оба автомобиля приятны но самая большая разница между ними как ни странно напрямой если стингер устойчивые неплохо утюжит даже неровные дороги тот же 70 нет задним на гречашка постоянно сдергивает его на волнах на острых неровностях и вы вынуждены даже подруливать во франции я этого не заметил потому что там нет таких неровностей по гладкому асфальту g70 едет здорово теперь то что касается тормозов здесь у нас brembo с моноблоками там плавающие скобы и тут увы чудо не произошло как случае с амортизаторами более мощные тормоза заметно лучше g70 очень хорошо тормозить сотни на холодную 35 с небольшим метров отличный результат и эти тормоза практически не перегреваются увы заказать brembo для стингера с двухлитровым мотором вообще невозможно а для genesis они доступны только за 2 миллиона 900 тысяч рублей а это значит что они недоступны ну и напоследок шумоизоляции как ни странно более премиальный genesis когда попадает на российский асфальт на шершавый с этими торчащими камушками оказывается более шумным ну конечно здесь шины michelin у нас 19 дюймовый а там continental который в целом более комфортный но лезут не только шины но и аэродинамика получается что на российских дорогах противоречий хватает и у g70 но в итоге чтобы я выбрал из этих двух киа или genesis с учетом нашей приведенной цены в 2 миллиона рублей мне кажется интереснее все таки выбрать genesis конечно если седан на пассивной подвеске избавиться от этих подрублений просто потому что дилеры genesis сейчас очень лояльны и пытаются завоевать новую аудиторию а покупать за 2 миллиона киа но не знаю это довольно странно но лично мой выбор это не genesis и nikia потому что сейчас за 2 миллиона рублей можно вскочить на подножку уходящего поезда f30 и машины с двухлитровым мотором версии им спорт как раз отдают за те самые 2 миллиона рублей